Кубанские казаки приняли участие в военно-полевых сборах на полигоне Молькино. Уже 12-й год подряд это место становится площадкой для проведения учений. С 22 по 24 августа казаки из Краснодара, Горячего Ключа, Северского, Денского и Услабинского районов демонстрировали военные навыки и обменивались опытом. Сборы посетил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он пожелал всем казакам с честью и достоинством служить стране. Сегодня казачество прошло этап восстановления. Этап восстановления теперь идет этап развития. Вот какое будет казачество завтра целиком зависит от нас. В том числе и от вас стоящим сейчас на этом полотце. Я верю, убежден, что казачество станет той мощной, сильной силой, которая будет влиять на общественно-политическую и экономическую жизнь на нашей Кубани. Я верю. Верьте и вы вместе со мной. Сегодня кубанское казачье войско активно развивается и пополняется новобранцами, потому что все больше жителей края начинает интересоваться кубанской культурой и обычаями. Этому способствует и то, что в каждой школе действуют классы казачьей направленности. Есть даже школа. Слова «Родина», «Патриотизм», «Отечество» всегда, во все времена, было в душе, в сердце казака. Потому что казак всю жизнь служил России, своему отечеству. И вот эти слова, они передаются из поколения в поколение с молоком матери. Военно-полевые сборы проходили по нескольким направлениям. Казаки отрабатывали практические навыки огневой, инженерно-саперной, горной и тактической и медицинской подготовки. Участники молодежных сборов посетили теоретические занятия, посвященные новым средствам биологической и химической защиты, а также принципам работы средств связи в полевых условиях. В станице Новодмитриевской появилась новая детская площадка. Это стало возможным благодаря победе территориально-общественного самоуправления под названием «Сделай мир лучше вокруг себя» в районном конкурсе «ТОС. Территория будущего». За второе место ТОС получил игровое оборудование на сумму 300 тысяч рублей. Раньше на этом месте были заросли. Теперь это излюбленное место всей детворы. Торжественное открытие площадки собрало всех, кто приложил руку к ее созданию. Мы и дальше будем и строить, и продолжать строить не только такие игровые площадки, будем строить и спортивные площадки, будем строить школы, садики, для того, чтобы вам, дорогие дети, всегда было уютно и комфортно. Потому что в памяти остается детство надолго, на всю жизнь. Вот какими они вырастут, все зависит от нас. Активное участие в создании детской площадки приняла администрация Новодмитриевского сельского поселения, выделив около 100 тысяч рублей на новое оборудование и оказав помощь в проведении работ по его установке. Сами участники ТОС «Сделай мир лучше вокруг себя» тоже внесли свою лепту в общее дело, собрав около 50 тысяч рублей. Вы подали пример всему населению Станицыного-Дмитриевской. Все захотели, чтобы у них были такие же площадки. И на сегодняшний день уже один из ТОСов заявил желание зарегистрироваться официально, чтобы участвовать также в конкурсах, как и вы. Новая площадка уже пользуется большой популярностью среди маленьких жителей Станицы. Ежедневно ее посещают от 30 до 50 детей. Участники ТОСа считают, что победа в конкурсе станет хорошим примером для всех территориально-общественных самоуправлений Северского района. 2020 год памяти и славы. Россия и ряд стран СНГ отпразднуют 75-летие победы в Великой Отечественной войне. В нашей стране пройдет множество торжественных мероприятий в честь этой важной даты. Одним из переломных моментов войны, приблизивших победу, стал разгром немецко-фашистских войск в битве на Курской дуге 23 августа 1943 года. Летом 1943 года гитлеровское командование планировало провести крупное наступление. В апреле была разработана и утверждена операция под кодовым названием «Цитадель». Получив сведения о подготовке наступления, Ставка Верховного Главнокомандования СССР приняла решение временно перейти к обороне на Курском выступе и в ходе оборонительного сражения обескроить фражеские ударные группировки. Советские войска должны были перейти в контрнаступление, а затем и в общее стратегическое наступление. В результате операции к 23 августа врага отбросили на запад на 140-150 километров. Получилось освободить города Орел, Белгород и Харьков. В Курской битве вермахт потерял 30 отборных дивизий, свыше 500 тысяч солдат и офицеров. Но потери советских войск превзошли немецкие – 863 тысячи человек. Несмотря на утраты, после Курской битвы советские войска смогли развернуть общее стратегическое наступление. В память об одном из ключевых событий в истории Великой Отечественной войны в городе Курске установлен мемориальный комплекс. Ежегодно 23 августа в нашей стране отмечается День воинской славы. А я буду главным машинистом поезда. Пап, ну какой машинист? Мы же дочке матери играем. Вот родится у тебя братик и будет папа в паровозике с ним играть. До конца 2021 года родите или усыновите второго малыша и приходите за материнским капиталом. Мы уже определились. А вы? Пенсионный фонд России Я Горохова Диана Равкатовна. Я являюсь руководителем клуба 19 лет. За 19 лет работы в нашем клубе количество занимающихся увеличило это количество 200 человек. Начиналось все очень просто с группы любителей фитнеса и со временем клуб разросся до больших размеров. Сейчас в клубе действуют группы восточного танца, фитнес-направления. Основная масса, конечно же, занимаются у нас дети, занимаются спортивной акробатикой, акробатическим рок-н-роллом. Кстати, новый вид спорта, который существует всего лишь в пяти муниципалитетах Краснодарского края. И начал развитие также в нашем клубе. Основной упор у нас идет, конечно же, на гармоничное развитие личности, как в спортивном мире, так и в мире искусства, в кареографии. Мы с детьми периодически выезжаем на соревнования, на краевые смотры, конкурсы, на фестивали, на первенство России. В копилке наших достижений есть и чемпионаты Краснодарского края, первенство Краснодарского края, всероссийские соревнования по спортивной акробатике, первенство по акробатическому рок-н-роллу, всероссийские конкурсы хореографического искусства, на которых мы становились обладателями гран-при, лауреаты первой, второй, третьей степеней. Наш коллектив уже знают далеко за пределами Краснодарского края. Наш коллектив является визитной карточкой Северского района, украшает все праздники и мероприятия. За годы работы в своем клубе я поняла одно, что это не только работа, это не просто работа, это моя жизнь, это мое кредо, это зал, это мой второй дом. Благодаря пониманию, осознанию того, что, приходя в зал, ты приходишь не просто на работу, а приходишь домой, отсюда получаются хорошие результаты. Это результативность в соревнованиях, на конкурсах. Из моих воспитанников вырастают не просто спортсмены, не просто артисты, они вырастают хорошими людьми, людьми, которые будут поднимать наше государство, служить нашему государству, нашей родине, служить нашей малой родине. Мои выпускники приходят, возвращаются в нашу станицу, становятся тренерами рядом со мной, в одном зале. Наша команда увеличивается, и я надеюсь, что мои выпускники, мои ребята будут продолжать любить спорт и прививать своим детям и всем нашим выпускникам любовь к спорту, любовь к жизни, стремление к успеху. Главной задачей нашего клуба является пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей, подростков, молодежи в социальную жизнь нашего района, поддержание спортивного духа, соревновательного духа, а также вовлечение родителей и взрослого населения в спортивную, активную жизнь Северского района. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откуда их взять? Дети, теперь о грустном. Идите сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы посчитали наши расходы и доходы. Дело в том, что мы запланировали только одного из вас. Андрей, останься. А вы уходите. Мам, остановись! Не делай этого! Не убивайте свое будущее! Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой Родины. Этот якут получил Орден Мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОН-овец Орден Мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм. Победим и терроризм. Антитеррористическая комиссия Краснодарского края информирует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ночное небо над Калининградом расцвело разноцветными огнями. За 15 минут разорвалось 2000 пиротехнических устройств. Так завершился мировой чемпионат фейерверков. Апофеозом конца лета является, конечно, фейерверки. Это фантастика, мне нравится, я отдыхаю и наслаждаюсь этим мероприятием. Грандиозный салют подготовили шесть команд, участвовавших в чемпионате. Они приехали из Беларуси, США, Канады, Испании, Италии и Португалии. В этом году победителем конкурса стала Канада. Жюри оценивало красочность шоу и то, насколько оно сочетается с музыкальным сопровождением. Второго и третьего мест на чемпионате нет. Но зрители смогут до 1 сентября выбрать фаворита, и он получит приз зрительских симпатий. Чемпионат фейерверков прошел в Калининграде в четвертый раз. Калининграде в четвертый раз. Калининграде в четвертый раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин